Двигать камни Двигать камни К двери гроба удалился Итак, здесь описано погребение Иисуса в могиле, высеченной в скале, которую запечатали огромным каменным колесом Все это довольно типично для Ближнего Востока Первого века Богатые люди высекали для себя и своей семьи могилу в скале или находили пещеру и запечатывали ее от диких животных или грабителей Иисуса поспешно поместили в гробницу, одолженную у Иосифа из Аримафея Иосиф подготовился к этим событиям Он был учеником Иисуса Иисуса распяли в пятницу А вечер пятницы в еврейской культуре — это начало шаббата, который заканчивается в субботу на закате солнца В Иерусалиме в этот вечер все затихает Машин становится меньше, люди спешат домой, чтобы приготовить субботний ужин И распятие Иисуса перед шаббатом вызвало некоторую поспешность Тела хотели снять с крестов до начала праздника Иисус вскоре умер Его быстро сняли с креста и похоронили в ближайшей гробнице, которую одолжил ему друг Сказано, что Иосиф остался до того момента, как запечатали гробницу, а потом ушел Но Матфей дает нам дополнительную информацию Была же там Мария Магдалина и другая Мария Кто это? Другая Мария Мама, они сидели напротив гроба, Мария и Мария Магдалина наблюдали за тем, как ко входу прикатили камень, и гробница была запечатана, все разошлись Иосиф ушел, а они сидят на камне и смотрят на запечатанные гробы Иисуса Если вы знаете Евангелие, то вы хорошо их знаете Жизнь этих женщин кардинально изменили отношения с Иисусом Мария Магдалина получила свободу от демонов, а у другой Марии жизнь была изменена полностью Интересно, какие у них были эмоции в тот вечер у гроба? Я вот думаю, что они были раздавлены От отчаяния и разочарования Их лучший друг, самый выдающийся человек Которого они когда-либо знали Был арестован всего менее суток назад Он прошел ужасные испытания и нуждался в друзьях, но никто из его ближайшего окружения не мог умешаться А многие даже не поддержали его А сейчас выглядит, что это просто конец Подозреваю, что они были очень глубоким отчаянием Иисус был выдающимся человеком Они видели, как он успокоил бурю Воскресил мертвого Открывал глаза слепым Они видели, как раз за разом, когда его противники Расставляли для него ловушки Он находил правильные ответы и спокойно уходил Я подозреваю, что когда Иисуса пришли арестовывать Мария думала, что Иисус, как всегда, выкрутится И она стала переживать, когда он допустил, чтобы его арестовали Я знаю, что он предупреждал их об этом, но из текста видно, что они этого не понимали Потом они наблюдали за пародией на суд Иисус был отведен к римскому правителю Тот выступил перед людьми на площади и сказал, что отпустит одного из заключенных Вы хотите вараву или Иисуса? Представьте их шок, когда толпа закричала вараву Ну а что же мне сделать с Иисусом? И они услышали, как люди кричат, распни его Иисуса увели и избили до полусмерти Затем его выпустили и заставили нести крест по улицам К воротам, что у Голгофа Я уверен, что обе Марии были в толпе и наблюдали за страданиями Иисуса А они видели, как римские солдаты прибили его ко кресту И Библия ясно говорит, что они стояли возле его креста, пока он задыхался там А когда он умер, они видели, как сняли тело Затем они видели, как его положили в гробницу и запечатали ее камнем Матфей пишет, что обе Марии сидели там и смотрели на тот камень Шаббатный ужин в Иерусалиме тогда и сегодня это праздник Семья собирается вместе, дети радуются Не думаю, что тот Шаббат был по-настоящему праздничным Но это не конец истории Матфея Следующий отрывок заинтриговал меня На другой день, который следует за пятницей Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал После трех дней воскрес, но они обращали внимание на Иисуса, знали, что Он говорил, только не собирались покоряться Ему Наш современный мир ничем не отличается Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня Чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу «Воскрес из мертвых! И будет последний обман хуже первого!» Пилат сказал им «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете» Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать И римляне Умели убивать? Распятие было для них привычным делом Когда они подтвердили его смерть, они положили его в гробницу и закрыли вход в нее большим камнем Наверное, вы ужасный человек, если даже после вашей смерти ваши враги боятся вас Запечатайте гроб, поставьте охрану, потому что мы обеспокоены И в следующей главе Матфей продолжает По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб Когда шаббат начинался, Марии сидели и смотрели на гроб И как только взошло солнце, они снова там Они были там на рассвете И вот сделалось великое землетрясение Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем Думаю, что Матфей не случайно рассказывает эту историю именно так Это противопоставление В пятницу вечером обе Марии сидели на камне и смотрели на гроб А в воскресенье утром на камне, который закрывал вход, уже сидит ангел Они сидели там в отчаянии, поражении и разочаровании А ангел сидит там с самым триумфальным заявлением всех времен Жизнь сильнее смерти И надежды сильнее отчаяния Послушайте это послание Вид его был как молния, и одежда его бела как снег Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого Его нет здесь Он воскрес, как сказал Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь Это объявление изменило наши жизни Мы последователи Христа не из-за существования религии или динаминации Или моральных ценностей, а из-за личности по имени Иисус Мы поклоняемся ему, потому что смерть не смогла удержать его Он живой, и в книге Откровения сказано Я был жив и мертв, я буду жить вечно Однажды вы увидите его Я жду этого с нетерпением И у меня есть для вас хорошая новость Празднование Пасхи – это не просто историческое событие Мы собираемся не просто для того, чтобы вспомнить то, что когда-то сделал Бог Бог продолжает двигать камни Он все еще сдвигает барьеры нашей жизни Есть новость еще лучше Каждый из вас может иметь собственное чудо Если вы примете это, то вы увидите, что чудеса Божие все так же реальны сегодня, как и утро того воскресенья Правда в том, что у всех у нас в жизни есть барьеры, которые нужно убрать Никому этого не избежать Я знаю, что сегодня Пасха Вы все нарядные, чистые, убранные И мы делаем вид, что всегда выглядим так Но правда в том, что в нашей жизни полно трудностей Одни мы рассказываем людям, другие держим при себе Но Бог продолжает убирать все барьеры Одни возникли из-за моего нечестия Другие из-за нечестия других людей Одни вызваны разочарованием, другие болью Одни барьеры возникают, потому что мы выбираем вещи, а не Бога Некоторые барьеры появляются из-за нашей плотской природы Из-за жадности, эгоизма, бунта Но это вполне реальные барьеры, отделяющие нас от лучшего, что есть у Бога И зачастую мы не можем убрать их сами Нам нужна посторонняя помощь И прелесть Пасхи и того, почему ее празднуют из года в год по всему миру В том, что Бог все еще убирает преграды в жизнях людей А в этом послании и сила Пасхи И сегодня мы с вами попытаемся отодвинуть три таких камня с нашего пути А еще я попрошу вас произнести молитву Я не хочу, чтобы вы пришли в церковь на Пасху, лишь посмотреть на меня Оно того не стоит Я приглашаю вас произнести молитву Так Бог сможет двигаться в вашей жизни Мы здесь не просто празднуем то, что произошло много лет назад Мы празднуем то, что Бог делает сегодня Первый камень очень похож на камень у гроба В том случае он не давал людям войти Но в нашем случае это барьер между нами и Богом Мы не можем сами убрать эту пропасть и откатить этот камень Этого не сделает наше хорошее поведение Это не исправит лучшая церковь, к которой мы присоединимся Нет совершенных церквей Если она и была совершенной, то после вашего прихода перестала ею быть Дело не в количестве прочитанных стихов из Библии или соблюдении правил Единственный доступ, который мы имеем к Богу находится в личности по имени Иисус из Назарета Мы верим, что Он Мессия, Сын Божий Но и этого недостаточно Нам нужно признать Его своим Господом Это значит, что Он становится главным приоритетом моей жизни Вы присоединяетесь не к Церкви, а к Царству Божьему Мы участвуем в жизни Церкви, потому что решили быть частью Царства Божьего Церковь полна несовершенных и неидеальных людей Вот как мы попали сюда Вы когда-нибудь проходили металлодетектор в аэропорту или в каком-то административном здании? Вы не можете войти, если у вас есть металлические вещи Забавно было бы иметь духовный детектор Вы подходите к детектору в Церкви, а на экране показывают доминирующую мысль Вашим сердцем перед вами проходит человек и у него загорается жадность Еще один человек проходит и засветилась похоть Я могу сразу развернуться и вернуться в машину Кто знает, что там у меня внутри? Единственный способ иметь мир с Богом Это отдать Иисусу первое место в нашей жизни Римлянам 5 глава Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками Вот вам короткое объяснение Пасхи Иисус взял наказание, которое заслужили вы и я за свое нечестие Затем Он воскрес, чтобы мы с вами имели все преимущества, полагающиеся за Его совершенное послушание Если мы примем этот обмен и поверим в Иисуса и в то, что Он сделал, наша жизнь изменится навсегда Самая важная часть в вас – это ваш дух У нас с вами есть земной костюм, но у него есть срок годности Вы родились со сроком годности Я не пытаюсь быть грубым, если вы этого еще не заметили, то вам не так много лет, но все еще впереди Но ваш дух вечен, даже когда у вашего тела заканчивается срок службы, ваш дух продолжает существовать Библия говорит, что смысл Царства Божьего не в еде и питье, не в плоти и крови, а в чем-то более долговечном А примирение с Творцом Вселенной – это лучшая возможность убрать преграду между Ним и вами и иметь прекрасное будущее Поэтому я приглашаю вас произнести вместе со мной молитву Она очень простая В ней мы признаем Иисуса из Назарета Христом и Мессией Мы также признаем, что нуждаемся в Его помощи, потому что не можем спасти себя сами Смысл не в том, чтобы сидеть в церкви или отмечать правильные праздники, а в том, что является Господом вашей жизни Если вы никогда не молились об этом, то сегодня прекрасный день, а если молились сотни раз, еще раз вам не помешает Забудьте о тех, кто вас окружает, когда вы встретитесь с Богом, их там не будет Повторяйте за мною, всемогущий Бог, я грешник и мне нужен Спаситель Я верю, что Иисус, твой Сын, умер на кресте за все мои грехи А ты воскресил его Прости мне Все мои грехи и прегрешения Я прощаю тех, кто согрешил против меня Иисус, будь Господом моей жизни Всей своей жизнью я хочу почитать только тебя Аминь Аллилуйя Да, можете поаплодировать Господу за это Есть еще одна преграда, которую мы хотим убрать Это целое семейство проблем, которые отделяют нас от людей, от наших мечтаний и от лучшего для нашей жизни Все они связаны с прощением Начинается все с того, что я должен быть прощен Я знаю, что мы только что произнесли молитву покаяния, и наши грехи прощены, но грех остается проблемой нашей жизни И нам постоянно нужно прощение В Новом Завете сказано, если мы будем ходить во свете, как Он во свете, то Он будет постоянно очищать нас Нам нужно это очищение Одна из главных наших трудностей Это чувство вины и стыда У нас есть противник И как только вы пытаетесь рассказать о своей вере или об Иисусе или предложить помолиться за кого-то Внутри сразу же появляется голос, который говорит Ну зачем тебе это нужно Ты не можешь рассказывать о своей вере своим сотрудникам Они очень хорошо тебя знают Они видели, как ты ведешь себя под давлением Ты не можешь молиться за жену или детей Они знают, какой ты Они видели, как ты пнул собаку, и она улетела через забор Кем ты себя возомнил Наш противник умеет напоминать нам о наших падениях, недостатках и о том, чего мы не можем и не знаем Но я хочу сказать вам, что Он лжец Но мало понимать эту идею, нам нужно знать, что мы прощены Мы свободны и стыд и вина не имеют права определять наше будущее Только мы можем разрешить им это Ефесинам 1 глава 7 стих В котором в Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его Прощение грехов по богатству благодати Его Что дает нам свободу от нашего прошлого Не наши хорошие поступки, не наши достоинства Это делает пролитая кровь Иисуса Христа Мы принимаем это верой Если Бог не использует наши грехи против вас То зачем позволять любому другому голосу делать это Сегодня мы получили свободу Некоторые из вас пришли сюда с сознанием греха и чувства вины Вы испортили какую-то часть своей жизни И позади остались доказательства вашей греховности О них не просто забыть Я не говорю, что их не было Я говорю, что вам доступно прощение Примите его Наши прошлые грехи не должны определять наше будущее Из-за силы Божьей в день воскресения Это хорошая новость И еще один аспект Который Библия называет примирением Библия говорит, примиритесь с Богом Примириться это быть в мире с Богом Каждую неделю я встречаю множество людей, которые не в мире с Богом Многие сердиты на Бога Они сердиты на Бога за людей, которые делали что-то во имя Его Они сердиты на неправильное поведение и недостаток благочестия в людях Божиих Мы не совершенны Это правда Но я рекомендую вам не лишать себя Возможности общения с Богом Из-за нечестивых людей Я ел в домах таких людей, которым не стоит подавать еду, но я не перестал обедать после этого Я был на шоссе с людьми, которым не стоило выдавать права, но я не отказался от езды на машине Я не собираюсь отказываться от своей веры из-за людей, которые вели себя недостойно во имя Господа Но это не самое сложное в жизни Очень часто жизнь приносит разочарование Вы это замечали, да? В жизни полно неожиданных и несправедливых проблем У меня были моменты, когда я махал кулаком и кричал Богу «Мне не нравится, как ты исполняешь свою работу» Несколько раз я даже угрожал ему Не думаю, что он паниковал Мы можем смеяться, но я знаю, что это не смешно Если ваше сердце разбито или произошло что-то ужасное У вас появляется искушение отойти от Бога и сказать «Я не буду служить тебе» Потому что мне не нравится то, что ты сделал Я приглашаю вас сегодня примириться с Богом Иногда нам нужно прощать с Богом вместо того, чтобы стоять в стороне и говорить «Я тебе не доверяю» Я не говорю, что у меня есть все ответы, но я выбрал примирение Библия говорит, что Бог есть, и я верю в это Я верю, что Он умнее меня, Он творец всего Писание говорит, что сейчас мы знаем частично, но придет время, когда мы будем знать все полностью Я принял этот факт В моем воображении это похоже на родителя с ребенком На днях я был в магазине и видел маму с тележкой Один ребенок сидел в тележке, а второй шел сзади Они были полны энергии, а мама была уставшей Она допустила важную ошибку Зашла в ряд с печеньем И тут все пошло не так Малыш в тележке показал ему упаковку Она сказала «Нет» Второй ребенок мог сам дотянуться до печенья Он принес упаковку И она сказала ему «Нет» На половине пути начался полный хаос Ребенок в тележке кричал Второй ребенок застыл на месте и не хотел двигаться Мама пыталась тащить его и толкать тележку Люди стали оборачиваться Ей захотелось провалиться сквозь землю Я просто зашел в другой ряд Не думаю, что она была злой или хотела наказать детей Она просто лучше понимала, что им на самом деле нужно Вот и все Но они этого не понимали Они хотели получить все и сейчас Если бы они могли голосовать, то выбрали бы новую маму Они убрали бы ее с поля зрения И я так же поступал с Богом Я говорил «Бог, если бы я мог, то я бы позвонил и заявил на тебя» Но в конце концов я пришел к пониманию Что мне нужно примириться с Богом Есть Бог И это не я Может сейчас мне не нравятся мои обстоятельства И то, что происходит со мною А иногда очень и неприятно то, что происходит Но я все равно буду следовать за Богом Есть еще один камешек В этой семье ко мне И это необходимость прощать других Это непросто, но хорошая новость в том, что Бог нам поможет Если мы решим прощать, то Бог даст исцеление нашим сердцам О необходимости которого мы даже и не подозревали Мы думаем, что непрощение появляется из-за нанесенной раны Но, если мы не осторожны, эта рана будет расти глубже и быстрее И станет токсичной Самое важное Прощение — это не эмоция, а решение Мы прощаем не потому, что кто-то этого заслуживает А потому, что мы так решили Когда кто-то ранит вас, вы понимаете, что это неправильно И что человек теперь в долгу перед вами Я буду держаться за этот долг, пока ты не поплатишься Ты должен мне извинения или компенсацию Или изменение поведения Я тебя не отпущу, пока ты мне должен Я ожидал большего от родителя Или ребенка Или учителя Или пастора Или церкви Ты меня ранил Я не отпущу тебя В этом все мы забываем, что пока мы держимся за злость, обиду и горечь Другой человек свободно парит А знаете, как расстраивает, когда вы злитесь на человека А он этого даже и не замечает Кто-то вас расстроил И вы решили его игнорировать, а он этого даже и не заметил Когда вы с ним не разговариваете, он выглядит еще более счастливым Поэтому вы начинаете издавать какие-то звуки Вы не можете с ним говорить, но должны донести до него хотя бы вот это Возникает вопрос, что-то случилось? И вы отвечаете, нет А почему ты спрашиваешь? Может, потому что ты уже полчаса звучишь как паровой котел? Прощение — это аннулирование долга и свобода Посмотрите на Матфея 6,14 Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то не простит вам и Отец ваш Небесный А если будете прощать согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам ваши долги Я не говорю, что то, что произошло с вами правильно или неважно Я не говорю, что вам нужно вернуться за новой порцией плохого отношения к вам Я не оправдываю вашего обидчика, а лишь говорю, что вы не можете позволить себе иметь непрощение Оно ограничивает вашу жизнь, и это камень Нам нужно принять Божие прощение Перед тем, как попрощаться, давайте произнесем короткую молитву Это молитва прощения Просто повторяйте за Мною Отец Небесный, спасибо за то, что я прощен за все мои грехи Во имя Иисуса Я прощаю всех и за все Я отпускаю их во имя Иисуса, аминь Как хорошо быть свободным А теперь я помолюсь за вас Отец, спасибо, что через кровь Иисуса мы получили свободу прощения и новую жизнь Мы принимаем твою свободу во имя Иисуса До новых встреч! Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном Присоединяйтесь к нам 27 и 28 апреля К нам приедет Мередит Эндрюс, чтобы провести хвалу на всех наших собраниях в эти дни За более детальной информацией о времени служений и нашем местонахождении обращайтесь на наш сайт Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом Интерактивная Библия том 1 Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране Спасибо вам за поддержку, вместе мы приносим разницу Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом Интерактивная Библия том 1 Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии И ее послание Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране Спасибо вам за поддержку, вместе мы приносим разницу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...